Про ситуацию, когда ты принимаешь все вокруг и живешь только по импульсу, например, нет импульса что-то делать, когда у тебя есть какие-то задачи, ну примерно, и ты вот нет импульса, ты все отпускаешь, все отпускаешь, а ты нет, 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 это называется лень. Нет, при этом в этой же ситуации есть те вещи, которые прям, вот ты горишь это делать, а если ты отпускаешь все, что не хочешь делать, и ты не хочешь в определенной жопе, например, так нужно это делать, вроде бы должен быть ответ мира, что ты, окей, не делаешь то, что ты не хочешь, ты наполняешься энергией, все классно, а если это не случается? Давайте трансформируем нужно, не нужно, да, а потом вернемся к твоему вопросу, то есть вопрос, у меня есть импульс, то есть все остальное надо, значит, не делать, а по импульсу идти делать, да, да. Ответ, у меня тоже банальный. А импульсу не нужно? Ну конечно надо идти делать то, что ты не хочешь, и заставить себя. А почему ответ тогда материальной действительности иногда бывает другой? Не такой. Что ты делаешь то, что хочешь? Накапливай в себе ресурс. А что ты хочешь? Вопрос. Да. Например, ну давай. Если в работе, там, моя обыденная там, преподавание, работа мне уже надоела, я не хочу, мне вот, я это все отпускаю, все это не хочу, это не хочу, это не хочу, это не хочу, это не хочу. А они ниоткуда не приходят, например, в этот момент. Так ты через нее наполняешься, все равно через что-то приходит, все равно. Я, конечно, не всей картины, но я только могу предположить, фантазия у меня портает, но есть же куча моментов, скорее всего, в твоей жизни, где ты просто все, что приходит, сливаешь. Мы же не знаем, какие там шаблоны мышления. Ага. Может быть. Может быть, тебе со всех щелей идет, а ты сливаешь. Но, если нет импульса, например, есть предложение, оно вроде должно быть, там, интересно, может быть, там, кассовым каким-то, конечно. Да, у вашей программы. Нет, ну не должно, а оно вроде такое вот, да? Но у тебя нет желания его делать. Ты отказываешься. Ну да? Ты отказываешься. Конечно, конечно. Зачем мне делать, что я не хочу. Или ты можешь найти в этом что-то хорошее. Ой, ну да, ну я вот сделаю, потому что там, может быть, вот это мне понравится. Нет, не надо оправдывать. Нет, я так не оправдываю. Нет, еще про программу оправдали надо. А здесь, мне кажется, нужно еще, когда предложение какое-то приходит, нужно его рассмотреть, в той позиции, что, может быть, я на прошлый опыт опираюсь, вот, типа, мне... Нет, ты идешь в это, и ты понимаешь, что на-а-а, через вот так ты это делаешь. Тяжело? Тяжело, да? Да. Слушайте, можно я расскажу? Я, короче, тут реально хотела себе машину, вот прям вообще не могла, хотела себе машину. Но у меня нет денег на эту машину, я не могу ее сейчас себе купить. Я, короче, и знаете, ну чего, для чего мне нужна машина, типа? Ой, ну я сейчас где-то на море, ты-ты-ты-ты-ты. Я села в один день и такая говорю, ну, давай честно, я не... Я вот сейчас мне принесут машину, я не поеду ни на какое море на ней. Вот зачем конкретно сейчас, в данный момент, я куплю эту машину? В итоге не нашла предлога. Смотри, я такая думаю, да я, ну, вот сейчас я хочу машину, потому что я хочу вот это на скорости покататься, посмотреть вот красоту дороги, вот это я хочу, допустим, и вот это чувство, которое я буду, я хочу его, ну, получить. Слушайте, я, короче, это говорю, думала, такое прикольное, я заказываю себе так, девочки, я заказываю себе такси, я такая вспоминаю, что мне нужно в банкомат, я делаю себе путь через банкомат, мне приезжает таксист, который очень быстро ведет машину, через весь этот красивый путь, который я хотела проехать, который я придумала себе в голове. И я, по сути, такая думаю, вот мне машина, вот я поехала, я увидела то, что я... Ты персональный водитель, передача. И, по сути, и вот так вот, но это же исполнилось желание, это исполнилось. То, что я хотела, я получила это чувство, я грифанула, и я такая рада. То есть, ну, пока что мне машина уже не нужна. Ну, вот завтра она нужна будет мне, я опять такая, если у меня ее нет, реально, ну, для чего я хочу, может быть, я могу себе это как-то, ну, дать по-другому, это чувство заменить. И когда ты находишься, типа, ну да, ты можешь где-то себе заменить, ты это получаешь. И вот так вот, наверное, постепенно ты вот этому радуешься, 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 и ты получишь, наверное, когда-то машину. Скажи, это ты не надо, когда она появилась? Нет, когда ты ее получишь, ты поймешь, почему ты ее не хотела. Ну, да, почему ты ее не хотела. И она тебе будет не нужна. Ну, просто вот мой вопрос, я закончу. В том, что с подходом вот этим, когда делаешь только то, что ты хочешь, живешь по импульсу, не делаешь то, что ты не хочешь. Мне окружающие, у меня там успешная школа стиля, мы открываем онлайн школу, там еще что-то. И в определенный момент это все херю, оно все вот прям и уходит без моей энергии и включенности на дно. И я так иногда сижу, думаю, ну что я делаю вообще? Какое там вообще, о чем я думаю? Надо же работу как бы вот это все развивать. Опять развивать, опять работать. Понимает? Программу работать надо, программу денег надо трансфортировать, программу то, что работа приносит денег. А еще иллюзия того, что вы смешиваете желания и что желания не могут приносить деньги. Это тоже, да. Вы смешиваете желания с радостью, с чужими желаниями. Ну то есть, по сути, все, что вы желаете, это не ваше желание. Это зависимость. Ваше желание уже исполнено. Все, что вы хотите от недостатка, это не ваше желание. Поэтому импульс и желание, и радость, это вообще разные вещи. Нужно видеть, вот допустим, я хочу машину, это не твое желание. Твое желание, а для чего я ее хочу, да? Чувство комфорта, я хочу там поводить, я хочу там вот это ощутить, я хочу вот это ощутить. Показать, какая я классная. А посмотрите, я сегодня там на коже подъехала. А еще такая возраста, она вышла. В общем, ну как бы, вот какие-то чувства испытать хочу. Да это сто процентов, когда даже, я просто по себе, допустим, понимаю, что даже когда мне в голову приходит какая-то невероятная хрень, там, я хочу, я не знаю, яхту, но иногда приходит эта мысль, но яхты нету, и ее сейчас не будет никак. Перемещаемся квантово в другую реальность, и теперь всегда говорим, у меня есть. Не говорим, у меня нет, мы всегда говорим, у меня нет, у вас весь мир есть. Но когда вы у меня нет, И за это уже стоит какое-то чувство, именно чувство желания. Понаблюдаю, это интересное кино, как я сейчас буду на яхте кататься с тобой. И мы такие, а-а-а, вот скоро увидишь. Но мы не будем в ожиданиях ждать эту яхту, мы понаблюдаем это кино. Сбудется, не сбудется, нам все равно, нам поиграть интересно. В том же это процесс. Просто, да, процесс. Получится, не получится. Причем, сама яхта нам уже неинтересна. Нам интересно, как это произойдет, что мы там окажемся. А то, что мы там окажемся, нам там уже скучно будет. То есть вот этот сам процесс, пока мы там идем, будет веселить. Каталась много раз на яхте. И сразу тебе скажу, очень скучно. И последний раз, когда мы с мужем так не смесим, мы с мужем на двое суток взяли яхту и по всем островам Таиланда таким можно. И там водитель просто несся так. Первые пять часов, ну так, ну вроде, ну да, классно. Вода, вода, опять вода, опять вода, опять вода. Опять вода, опять вода. Ничего нет, солнца, вода. И мы просто едем. И вот это монотонно просто едем, едем, едем. Вот так двое суток. Я ненавижу яхты. Но на самом деле, ничего там такого нет. Как в автобусе. Не моряк. Не моряк, да. Как в автобусе. Вообще, я часто сажусь на разные там трамвай или автобусы ты представляешь, что я на американских горках. Разница ноль. Я была пять раз в Диснейлендах разных. И на вот этих всяких горочках катаешься. Вот тоже самое. Особенно на нашем трамвае. Вообще, если вы каждый раз будете ощущать, понимать, что вы едете. Прикиньте, я еду. Я еду. Я сижу и я еду. По рельсам. Это же нифига прикольно. И вот эта вот радость, она постоянно множится, дает вам вот эту жизненную энергию на вот эти все импульсы, которые все блага и желания вам исполняют. Ты делаешь ради чего-то, добиться цели там в конце. А процесс? Где процесс? Где ты именно наслаждаешься? Где? Где? Можно делать то только, где ты наслаждаешься процессом. Да? Конечно. А может быть у нее просто, когда у нее нет энергии вообще? Нет. Там постоянно ожидание. Что такое энергия? Энергия – это составная часть эможи, внутреннего мужчины и женщины и их взаимодействия, которые рожают ребеночка. Радость. Энергия – это импульс, то есть ваше желание, которое толкнуло вас и вы по инерции покатились. И вот это вот катение – это творчество, творение, которое оно происходит само собой. Но творение – это не картины там красками рисовать, но это тоже часть творения, часть маленькой матрешечки. А творение – то, что в мире творится, ветерочек, вкус, запах до вас дошел. Это все ваше творение. И чтобы ощутить это творение, надо узнать свое желание и увидеть вот это дело. То есть нет энергии – это нет желания от себя толкнуть, что-то сделать. Энергия – она есть. Она бесконечна во всем. Нет ее недостатка, ни отсутствия. Она как и есть, ее и нет. Она что-то зажигает? Ты сразу чувствуешь как тебе? Желание появилось – это значит, вы себя пнули. Вот сразу желание, и вы себя пнули, и вы покатились. Вот то, что вы катитесь, и вы на этот шарик бросили, и он покатился, на него не воздействуют никакие силы, кроме в начале толчка. Сила, которая его толкнула. Она была в начале. Это желание. Женское желание. Если у вас есть желание – никакой леди не будет. Да. Если желания нет – все, вы не катитесь. То есть, если вы занимаетесь вот ей, то, что вот она от себя мозгом застреляет, если нет… Да. Уговаривай. Ну, Катя, ну там же, тебе же вот это нравится, вот это тебе нравится, а вот так… Просто взять и оставить вот там. Начать видеть радость искусственная вся, на самом деле, всю, которую вы извне пытаетесь получить. На качельках покататься, машинку купить, на яхте проехать. Особенно яхту, боже, ненавижу. Пойти искусственно и смотреть на закат. Вот сколько я не пыталась смотреть на закат, как это солнце садится или поднимается на восходе. Ну, не радует меня. Я не могу. Я вот честно признаюсь, я вижу – да, красиво. О, посмотрите, все мои сторисы в закатах, фоточки. Да, красиво. Ну, я не чувствую вот этого внутреннего оргазма, когда мурашки по телу идут. А для меня радость – это физиологически очень чувствуется. Вот оргазм мужчины – то же самое от радости. Любой другой можно получить точно такой же по телу. Это такой взрыв. Но он появляется не искусственным путем. Мороженку поели, на горке покатались. И он появляется только, когда вы осознаете радость. Это ребенок, родившийся от М и Ж и взаимодействие. То есть желание и импульс. Увидели желание, каким вы сотворили сейчас реальности и почувствовали это. То есть вот это чувство – сейчас то, что вы делаете. То есть в данную секунду я наслаждаюсь и вижу, что я делаю. То есть я смотрю фильм. Я не жду его концовку. Блин, и у нас закончится все. Это же расстройство полное. Я люблю, когда вот он идет, и я не знаю, что будет через следующую секунду. И я глазами его пробую каждый кадр. Мне очень нравится. Не работает. Да не работает искусственный список радости. У меня вы тоже сколько не пытались себя заставлять? Не работает. А зачем вы себя заставляете в вопрос? У вас есть же список радости. У кого? Ну вот нужно же делать список радости. Обязательно нужно. А кто сказал? Кто сказал? Кто сказал? Это то, что наполнится, берешь список радости. Мне кажется, что нужно, у вас, когда у вас бизнес начинает что-то в бизнесе, вы себе просто проняете, что вы здесь забыли, о чем вы их радует. То есть вы на этом пишите что-то, а я просто не хочу туда. Не хочу туда. Они возражались, для начала. Кто понял, какую гениальную вещь я сказала? Нет, я не знаю. То есть ты… А желание – это значит жизнь, а импульс – это мужской, да? Нет, желание – импульс – это пинок, а инерция – творение, процесс, который ты наблюдаешь. Ты наблюдаешь. И поэтому радуешься, да? Конечно. Я смотрю на солнце на практике. Самые банальные вещи. Я смотрю на закат, и я вижу, каким желанием я создала это солнце в своем мире. Оно внутри меня, солнышко. Я сейчас свечусь, блин, мне классно, мне хорошо. И как проекция, то есть мы говорим, сознание первично, я творец, я творю свою реальность, и реальность – она вторична. Если вторично все вокруг меня, тогда солнышко по моему желанию вышло. Ну, каким желанием? И если я осознаю, что сейчас внутри меня светит солнце, ты думаешь, мне не может не радовать просто. Это радует. Либо я вижу, что ветер, я вижу этот ветер, ощущаю его, и понимаю то, что я сейчас творю ветер, а у меня ветер в голове, и я творю этот ветерок. Ну, я творю эту легкость внутри себя. То есть я ощущаю легкость. Я мою окна и вижу, как обзор за окном начинает сиять всеми красками, и вижу шире, дальше, цветнее. Ну, какие там процессы, если сильно замалеванные окна, да, четче. То есть я внутри ощущаю то, что мое сознание сейчас расширяется, да. Я себе говорю о том, что мое внутри создание же первично, а мир вторичный. То есть когда я вижу, какими причинно-следственными связями я создала вот эту реальность, которая сейчас происходит, то есть каким желанием, что у меня сейчас внутри происходит, не в прошлом, а сейчас, в моменте, здесь и сейчас, я открываю в каждом условии, в каждом моменте новые чувства, которых никогда до этого не было. Ну, там то, что куча разных мурашек по телу, это прикольно, это тоже классно. И плюс у меня вот эта энергия во мне, это чувство не описать, и только ты порадовался, натуральной радостью, не искусственной. Любая мысль, которая приходит, хоба, она вот осуществилась. Как это работает? Фиг его знает. Ну, оно вот так работает. Попробуйте. Когда вы видите, причинно-следственную связь, то есть желание женское, что творец сотворил. Вы же творцы, видите, что вы творите, ощущаете, кайфуете от этого. Когда вы кайфуете, ощущаете свое творчество в моменте, значит, вы принимаете. Вот это и есть принятие, принимать, что сейчас происходит. Но принять вы можете, когда знаете об этом желании. То есть тут сразу принятие идет, творчество ваше идет, и желание вы осознаете свое. А когда у тебя какие-то не совсем, так скажем, приятные ощущения? Ты тоже кайфуешь? Я кайфую, потому что, когда я осознаю, для чего я это создала, тут просто хочется веселиться от этого абсурда. Вот это классно, когда у тебя идет озарение. Скажите, кто-нибудь озарялся, вообще трансформации делал? Да. Когда инсайт приходит, вам же классно? Да. Инсайт. Да, да. Как часто вы ловите инсайты? Сияться постоянно. Оля живет на инсайтах. Это, походу, бесконечно отказывает с утра до ночи. Ну, как бы, по невинному, там, такие движухи все время. Когда вы ощущаете вот эту причину, следственную связь, что вы сейчас в моменте творите, но это не может не радовать. Это же бесконечный инсайт. Но иногда от него устаешь. Хочется уйти в депрессию и просто подепрессовать. Я когда раньше от лени своей, потому что не было желания, то есть импульсов не было у меня что-то делать, и мне хотелось просто валяться, я валялась и казнила себя. Блин, опять я лежу. Это же лень, это плохо, это надо же выйти на улицу. Вот это все надо, 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 надо. Это постоянные вечные долги. И во вне они долго к себе проявлялись. А сейчас, когда я хочу полениться осознанно, специально, долго не получается, но я заставляю себя полениться по-настоящему. И от этого такой кайф. И в это время не создаются вот эти долги. Так, что я там перечислила? Значит, если вы причинно-следственную связь видите, осознаете вот это желание, то кайфушки ваши, энергия у вас появляется, то есть у вас движухи, у вас даже шаблоны мышления, они как-то сами трансформируются, нету никаких препятствий, я их не вижу. Вы из точки обзора, я творец, и все, там уже ничего нет, никаких шаблонов, никаких препятствий. То есть вы как бур такой, и пошли вперед. Хотела такую приятку рассказать, блин, сама себя спила, надо было, что я хотела сказать. Ну, это, наверное, уже даже много, чем ничего. Я просто хотела там добавить, какой плюс в этом. Когда вы ощущаете желание, нету препятствий, понятно, вы двигаетесь, у вас движухи, вы о чем думаете, исполняется. То есть женское у вас раскрыто на всю катушку, мужское у вас тоже раскрыто. Мужчины вокруг, самое-то главное, когда вы в моменте, начинают суетиться и творить. Все вокруг, папу, братья, мужья, сыновья, как только вы начинаете... Не важно, мужчина вы или женщина, это вообще не важно. Как только вы начинаете видеть, как вы этот мир творите, все люди суетятся. И все, что вы не хотите делать, руками, ногами куда-то идти, вас понесут, вам дадут, вам это сделают. То есть, когда вы в принятии, что творится, то этот мир будет, правда, желание это совпадать, все для вас творится. А я хотела помыть пол в ванной. Утром поспать мама говорит, тут вечера мусорально повесила душ, говорит, тут в ванной все наоборот, ты мне пришлой пол. Видишь, как классно. Это было. Потом другой раз дочь рассыпала чай, ей пришлой пол. Тоже классно. Вообще классные ситуации, которые рвут всякие шаблоны и что-то делается не так, вводит вас вот эту движуху, которую дает импульс. Вот смотрите, мы с вами поговорили сейчас о том, что нужен импульс, толкнуть желание. Оно толкнулось и оно все по накатанной едет. Вам только нужно наблюдать и ловить эти ощущения. Все. Но чтобы себя толкнуть и было это желание, тут надо постараться. А чтобы постараться, вам придется прощаться с прошлым, прощаться с воспоминаниями. То есть, что было вчера, я не знаю. Сегодня будет по-другому. Каждый день вкус молока новый. Но вы придумали для себя, что молоко вот такого вкуса, даже не попробовали его никогда попробовать заново. Когда вы начнете пробовать там вкусы, ну вообще действия любые, все что хотите. По-новому, даже заправлять. Хоть показывать. Хоть показывать. Ха-ха-ха. Одежду. Одежду в машинку. Да. Ну вот, допустим, кто смотрел эфир, все смеются. В машинку заправляйте одежду, становитесь и начинаете вот так, туда заправлять. То есть, каждый день, я просто показываю, что вспоминается. Каждый день начните расширять свое сознание новым, как из каких-то мелочей. Когда вы привычные действия любые, даже вот утром встали, за место тапок одели туфли. По дому? По дому. Почему нет? Или красивое платье на ужин. А муж такой, ты чего это? С ума сошла? Да, я с ума сошла, у меня сегодня новые ветки эволюции. Вика, Ксюша, ты кто? Это точно новый виток эволюции. Потому что если реальность вот настолько появлялась, что ты кто, то представьте, то у вас это движуха, это значит, вы перелетели в другую реальность, и вас уже не узнают. И чтобы у вас была вот эта движуха, движуха же что вам показывает, что вы двигаетесь, у вас есть энергия, то есть нет энергии, статичные картинки, день сурка, ничего не получается. И каждый раз, когда у вас все тухнет, когда все падает, это вы к себе внимание задолжали. А, вот, вспомнила. Самая кайфушка, когда вы в причинно-следственной связи понимаете, что вы творите, каким желанием, у вас все время внимание на себе. А любовь к себе, это и есть внимание на себе. Все. Очень просто. Блин, надо переварить, наверное, вам. Я хочу сейчас попить водички. Можно? Просто. Оля пускай что-нибудь расскажет. Спайки, да. Ненадолго, да. Я сейчас спаю. Вот это прекрасное место, вот эта локация Олина. Оля художник, у нее дом ювелирный. Как? Джейберли. 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 Это неважно, это просто слова. Я просто не забываю, у меня вообще вчерашний день отсутствует. Я каждое утро себе говорю, я ничего не знаю, мне интересно понаблюдать, что я новенькая о себе узнаю. Все, что обо мне говорят, это я вот о себе узнаю. Все, что я о других говорю, я тоже невольно узнаю о себе, какая я. А вот Эдель, вот как раз в память ее, вот в такой ситуации, как-то совершенно спокойно. Так это ж круто. А зачем вспоминать, цепляться за старые шаблоны, если я хочу пантово скакать, как кузнечик. Зачем мне привязываться и вот эти вот старые привязки тянуть с собой. И если вы говорите, я знаю, как это должно быть. Вот в дизайне там есть кругов, треугольник, рисуем квадратик, кто знает, какие цвета совмещаются правильно, какие неправильно, какие там противоположные, дополнительные цвета. Правильно я говорю? В дизайне? Да. Да нет, пошло все нафиг. У нас просто дизайнер новый, трансформированный. Но в каждой работе есть определенное правило, да, как снимать, есть же такие правила, там, что такой ракурс, что... И чем больше ты проявляешь нового творчества, не цепляясь за старое, то это ты качаешь в себе мастерство. Мастерство, навык, это когда ты уходишь от этих правил и пробуешь новое, 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 тогда вы просто в скорости вот пробуешь новое. Или по-старому снимаешь. Есть определенные устойки, которые нельзя нарушать. Прямо невероятно. Можно, нельзя? Можно. Взяли, нельзя. А вдруг ты попробуешь, это будет вот просто гениально, и все потом фотографы, видеографы возьмут твою фишку. На наш фильмы что-то не особо ходят, они их пробуют, пробуют. Не особо, они просто хотят. Тебе, наверное, надо самому что-нибудь взять такое, да, и попробовать, и взять, и сломать все шаблоны. Ну, к примеру, попробуй. Вот, когда мы разрешаем себе попробовать что-то новенькое, уходя от правил, все, у нас уже эта движуха пошла, у нас энергия пошла. И вот тут у нас появляется импульс, как раз-таки желание вот это новое попробовать. То есть мы себя вдохновляем, но чтобы себя вдохновить, нам просто нужно убрать препятствие, которое нам мешает себя вдохновлять. А препятствие – это привязка к правилам, привязка к прошлому, привязка к знаниям. То есть намеренно уже заявить и волю себе, что я ничего не знаю. Я сожгла все дипломы. Круто.